На протяжении уже нескольких лет жители Мештемса пытаются выселить со своей территории предприятие компании СВ Ковер, деятельность которого связана с переработкой кишечного сырья. Претензии горожан вполне понятны. Кому хочется жить по соседству с производством, от которого по всей округе распространяется неприятный запах, а также шум от работающих компрессоров и специализированной техники. Во вторник эта история получила свое продолжение. Только теперь за помощью в самоуправление обратились не жители домов, расположенных возле производственного цеха, а представители трудового коллектива СВ Ковер. Они передали главе самоуправления открытое письмо, под которым подписались все работники предприятия. К мэру города люди обратились с просьбой оградить их от нападок многочисленных недоброжелателей, которые грозятся закрыть производство. Янису Лачпельсису представители коллектива рассказали о том, что сегодня в отношении их предприятия организована настоящая травля. Дошло уже до того, что жалобщики позволяют себе высказывать угрозы в их адрес. Откройте городские интернет-порталы, газеты и почитайте, что о нас говорят наши оппоненты. Если их послушать, то здесь работают одни негодяи, говорит Елена Глади. Представлены мы вообще в ужасном свете, в ужасном просто. Как будто мы люди вообще третьего сорта и не понять вообще кто мы и как мы, хотя у нас люди все нормальные, имеющие образование. У кого высшее, у кого среднее техническое, у кого там профессиональное. А представлено все. Вот мне лично подруга позвонила, она была в шоке. Она мне говорит, ты вообще не понимаешь, что ты там делаешь. Такое впечатление, что там какие-то нагнанные афроамериканцы на плантации и работают. На самом деле сегодня на предприятии СВ Ковер трудится более 50 горожан, среди которых есть и люди предпенсионного возраста, и инвалиды, и молодые мамочки. Еще до недавнего времени они были уверены в завтрашнем дне. А сегодня, приходя на работу, люди боятся услышать, что предприятие закрыто и они уволены. У меня трое детей, я не знаю, как я буду, например, жить, если меня уволят. Ну я как бы одна работаю, ну и семьи, ну в смысле на этом предприятии. Как бы тоже ребенок, школьник. Как мы знаем, детское пособие у нас вообще никакое, а если еще и родители начнут вот так вот закрывать предприятие без работы, как жить. Мы все в надежде, что все сохранится, что помогут, думают. У нас руководители очень нормальные. Они очень вообще относятся и к людям хорошо, и сочувствуют, и понимают. Ну мы просто боимся, что у них просто, как говорят, терпение закончится. С одной стороны, позиция жителей Мештемса понятна, но не хотят они жить по соседству с таким предприятием. С другой стороны, промежуточное решение в этом конфликте было найдено ранее, в ходе дискуссии между руководством предприятия и горожанами. Встреча была организована в январе этого года региональной службой управления среды. Тогда стороны сошлись на том, что предприятие в ближайшие 2-3 года переезжает на другое место. А на время переходного периода проводят ряд мер по уменьшению шумов и запахов. На самом производстве и прилегающая к нему территория. И к началу летнего периода завершает модернизацию вентиляционной и канализационной систем. В этой связи не совсем понятно, почему вокруг этой темы вновь поднят ажиотаж. Ведь все стороны этого конфликта понимают, что решение вопроса о переезде предприятия займет не один день. О чем в очередной раз сказал Янис Лачплюсис. В сегодняшней ситуации принимать непродуманные решения, которые могут привести к осложнениям, нет необходимости. Да, мы уделяем внимание этой проблеме и совместно с другими институциями будем ее решать. Привлекать европейские деньги для переноса этого производства на другое место, для того, чтобы оно могло и дальше работать, и развиваться. Конечно, это не может произойти буквально по мгновению волшебной палочки. При удачной работе наших служб планируем этот вопрос решить в течение двух лет. То есть ни о каком закрытии предприятия речи не идет. Да, ситуация непростая. Но решение, которое устроит все стороны, обязательно будет найдено, подчеркнул председатель самоуправления. К слову, 17 февраля этот вопрос также был рассмотрен и в ходе встречи Яниса Лачплисиса с главой Министерства регионального развития и окружающей среды Каспаром Герхардсом, прошедшей в Риге.